Мы находимся в лаборатории по изучению перьевого покрова Ульяновского областного краеведческого музея. Её хозяйка Дарья Карепова. Заведующая отделом природы музея, кандидат биологических наук, орнитолог. Она удивительный человек. Перья птиц для неё самый лучший подарок. Когда ты говоришь, что ты занимаешься перьями, обычно всех это удивляет, потому что это кажется чем-то таким, достаточно простым, обычным. Хотя я всегда вспоминаю её, например, наших знаменитых энтомологов, которые вообще занимаются даже маленькими бложками. И хоть это иногда так мило звучит, когда твой объект исследования кажется таким простым, а если это какое-то научное направление, то это огромный пласт работы. Лаборатория создана на основе коллекции перьев, которую Дарья начала собирать ещё в далёком 1999 году. Тогда, в первой своей экспедиции в Старомаинский район, она нашла перо совы и была буквально поражена красотой своей находки. Перо совы, когда уже посмотришь на него, понимаешь, почему оно может впечатлить любого человека, не только когда я ещё в школе училась, будучи юной, не только детям это всё интересно. Потому что пёрышко совы покрыто такими бархатистыми волосками, то есть оно прям как бархат, как ткань. И ещё у сов по краю первого самого пёрышка есть такие зазубринки, прям крючочки. Как определить, кому принадлежит найденное перо? Дарья провела для нас небольшой мастер-класс. Оказывается, всё очень просто, если знать общие признаки того или иного вида птиц. Например, перо стрижа похоже на серп, которым он буквально разрезает воздух. Перья хищных птиц имеют характерные только для этого вида вырезки, напоминающие пальцы. Это им позволяет управлять полётом. Но ещё легче определить птицу по перу, если вы обладатель атласа-определителя перьев птиц, в своём роде единственного в России. Книга вышла в июне 2016 года. Её автор – Дарья Карепова. Именно она делала зарисовки перьев для определителя, опираясь на свою коллекцию. Вот такой атлас-определитель, разбитый по цветовым группам. То есть, например, вот, если вы нашли полосатое перо, переходите в цветовой группу полосатых перьев. Там, если чёрно-белые, вот группа чёрно-белых. Ну или вот, например, там, жёлтые перьи, их достаточно мало, их легко определить. В книге есть раздел, где можно посмотреть, как выглядит птица, особенности её оперения, узнать, где она обитает, чем питается, устраивает гнёзда или нет, перелётные или осёдлые. В атласе также есть полезный методический блок, в котором объясняется, зачем собирать коллекцию перьев, где их можно найти, как эти перьи хранить. В лаборатории Дарья собрала библиотеку определителей. В основном это зарубежные книги. Но есть и русскоязычный атлас-определитель видовой принадлежности птиц, выпущенный в 1995 году. Он узкоспециализированный и касается только авиаопасных птиц, виновников авиакатастроф, которые попадают в турбины летящих самолётов. Это целое направление авиационной орнитологии. Два года назад учащиеся из Ульяновского гвардейского суворовского военного училища под руководством сотрудников отдела природы музея создали современный атлас-определитель самолётоопасных видов птиц Ульяновской области. Коллекционные перья птиц сохранятся в папках и в шкафах. Дарья, конечно, мечтает, что коллекция пополнит постоянную экспозицию краеведческого музея. Но пока всю коллекцию можно посмотреть в электронном виде. В прошлом году краеведческий музей выиграл президентский грант. И эту коллекцию практически полностью оцифровали, выставили её в интернете, сделали сайт. И теперь она доступна буквально всем желающим. Кроме того, перья настолько разнообразные и красивые, они настолько интересные, что если знакомить с перьями жителей Ульяновской области, то это один из вариантов, как привлечь им любовь к природе. Коллекция постоянно пополняется. Как правило, это экземпляры, собранные в экспедиции, например, под гнездами диких птиц. Также материал поступает из Ульяновского центра спасения диких птиц. Кроме того, орнитологи из разных концов страны, зная, что в Ульяновске богатая коллекция перьев, стараются помочь своим коллегам, предоставляя перья птиц из своих регионов. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.